всем привет с вами рубрика спотс вновь и сегодня наконец-таки ну как наконец-таки всего третий выпуск этой серии роликов сегодня мы наконец-то не в скейт-парк едем какой-то дожди 3 3 но мой мой условно бункер но условно бани хоп считаем а ну да ну да 2 3 то есть у нас был бани хоп одну такой очень спорный не скейт-парк у нас был бункер очень крутой скейт-парк в который мы еще возвращались потом вне съемок и он нам также понравился и вот наконец мы приехали на уличный спот будем так чередовать скейт-парки такие более-менее неизвестные и споты ну конечно этот спот который вы видите позади нас и мелькал в разных видео и но некоторые люди они знают или это понимаю раньше вот этих всех граней ступенек по моему не было он был просто пустой газон и все лично мы сами хотели приехать не уже но лично я лет пять не знаю как ребята но никто из нас тут не был раньше и вот мы наконец-таки в рамках рубрики спот приехали сюда сейчас будем осматривать его подол подробно рассказывать что там есть за фигуры и покатаемся наверно и покатаемся попробуем снять небольшой эдит насколько нас хватит я всегда думаю что очень далеко находится что где-то вот ну прям не знаю на юге может быть москвы где-то прям внизу я думаю что там-то метро должны добраться на тупо на тупо прям очень далеко ехать но он находится он на октябрьском поле мы обязательно пинской октябрьским поле обязательно геолокацию оставим в описании если кому понравится этот спот приезжайте смотрите да мы сейчас будем есть пиццу мы просто проезжали уже через этот спот нам никого нет его как будто бы восстановили и мне кажется на соблюдо выглядит да есть такая ну ты бери все ну да да довольно таки правда странно что там нет людей и он так очень чистенько выглядит но странно что скейтеров него просто такой внешний вид как будто там либо никто ни разу не катался хотя там катают либо его реально прям восстановили он вообще нулевый кому-то только сейчас делаю и кстати сегодня у нас веганская пицца из веги пицца очень вкусная штука хоть тут нету даже и веганского сыра и если и очень маленький ассортимент пиццы но ну там пиццы бургеры есть еще как еще что-то пироги какие-то но с учетом того что ассортимент маленькие они как-то очень качественно и вкусно сделаны единственное мне в себе не нравился штука мука ну какая знаешь типа за типа крупа как летит а мне нравилось еще сало пиццы я помню я помню когда клинка мне домой не какой-то трэш-писку приносил там две или три пиццы для попробовать из того чтобы коробку просто перевернулась дыр просто посыпался труха как ладно это я выдам голубям а голубя можно есть корки конечно нет птицам нельзя есть лично я тогда же не жиреет и они уже не я знаю что нельзя вроде бы уткам вот у тогда на голубям и думаю пофиг они как эти я слышу пиццы великолепно и это они притом очень разные но очень вкусные это вот по-своему это по-своему жаре не не видишь что-то да я перевернул но она вывалится мы вставим картинки ойзи сфотка у тебя есть телефон с собой здесь с собой телефон немножко странно что они такие без сыра типа не хватает почему-то в этом есть и своя фишка очень такой яркий раз вернуть этом потом но фотография прилагается вы увидели я думаю мы больше затягивать не будем сейчас мы это доедим все не будем растягивать разговор и встретимся уже на споте очень много граней но такие довольно таки высоких на самом деле для скейта они подойдут больше конечно какие-нибудь слайды гринды конечно по ним не пойдут здесь периметр заставлен этими грани прикольные книжки вот эти вот и кто получается две штуки по двум сторонам парка это такой и мини-бэнк можно использовать его реально как кикер куда-нибудь например на ту же грань ну а кто-то и особый профессионал сможет вылететь через гребчик он такой прям серьезный слушайте как кикер серьезно мне кажется даже кто-то не не так прямо сложно сделает есть вот такие штуки это буквально слушай можно вообще все что хочешь делать можно по нему прям делать какой-нибудь гринд вверх пробовать например или можно как ты сделаешь я думаю заехать на него и съехать уже мимо каким-то борт слайдом не самое удобное что бывает но кстати еще прикол от этого бэнка то что тут есть и маленький гэпчик смотри вот на бок ну не такой конечно прям маленький как хотелось бы но вполне в принципе градус подъезда прям очень комфортно и видно до самого сколько тут примерно 25-30 максимум 25 да мне кажется где-то ну вот отсюда точно кто-то вылетал а кстати тут такой довольно таки небольшой гэп на самом деле я не говорю что я тут что-то сделаю это очень вряд ли но в принципе мне кажется даже без золи можно чисто таким early grab'ом ну слушай даже какой-нибудь бонус я думаю тут прям можно сделать типа был бы наш там пару метров всего в длину был бы так себя это прям такая огромная разгонка на которой можно типа много чего делал так расслаблено кстати не такие большие почему-то на фотографиях я думаю что ступеньки прям намного больше получается 6 штук ну они не супер конечно такие удобные и вылет на дорогу хотя тут очень много места чтобы приземлиться нормально один из таких минусов пока какое вижу все-таки покрытие тут не супер идеальная ну вот уже ступеньки ступеньки которые я понимаю вот это да есть параллельная книжка кстати на котором нет заезда ну даже без заезда на не сразу что это можно сделать сюда проехать там выпрыгнуть как типа такой малоградусный волрайт можно сделать то даже есть такой трюк для любителей знают скейт-паркур или еще чего-то чекен степа да он мог как на один на другой туда уже для таких креатив скейтер тут тоже будет чем-то нет и 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 он такой прикольный как раньше сыр был прям вот те же ощущения сырные и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я немножко с этого ГЭП и доску сломал, и ногу подвернул. Но ОЗИ, к сожалению, чуть-чуть обрезало, и там не видно ничего. Но слышно звук зато. Но хорошо, это звук не сломанной ноги, а сломанной доски. Но на сегодняшнюю катку я точно побываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, подводим итоги по споту. Попробовали что-то поделать, что-то получилось, что-то не получилось. Например, там, сколько? Три ступеньки. Да, три ступеньки, но они у нас победили. Да, три ступеньки мы не особо обкатали. Тем более к шести мы и не приближались. Да, сразу скажем. Все травмировались, как могли. Да, я, наконец, заломал свою доску, которая прожила два противостояния, даже три противостояния. Нет, спот классный, ничего не могу сказать. Единственное, вот покрытие вот это, был бы оно в бетон, как вот на соседнем. Было бы просто супер. Он бы прям идеально огненный был бы супер спот. Да, но на нем очень больно падать. Я коленкой в него влетел руками, и прям было неприятно. Гораздо неприятнее, чем на каком-нибудь асфальте. Арахисовая плитка, она такая, вроде как бы и едет, но очень... Песочненькая какая-то. Ну, такая, да, тут она из какого-то песка непонятных, каких-то камней маленьких. А вот сам бэнк, там просто прям идеальное покрытие. Очень небольшой наклон бэнка, и если начинаешь по нему кататься не перпендикулярно, типа заезжая, а просто параллельно, то он для тебя становится неким флэтом. Причем можно разгоняться, как маятник, вот так вот по нему туда-сюда, ну и типа просто щелкать. И вот сколько я видел, уже тут, например, приезжало три райдера, и все катались на нем, как в таком, ну, типа как в флэте. Как иногда, знаешь, какие-нибудь памятники бывают, вот, типа памятник Ленину, отдельно стоящий, мраморный, но вокруг везде какая-нибудь херовая брусчатка, просто нереально. И все катались, даже, знаете, там будет не так, так и пять на пять. Все катались бы на этом мраморе классном, а вот типа что рядом, ну типа на граните каком-нибудь. Ну там реально очень такое приятное, комфортное покрытие. Да, но спот я прям порекомендовал бы для съемок профайлов, прям самый сок. Причем вообще все, что хочешь, можешь делать. Ну, почти, ладно, ступеньки не особо, может, фотогеничные или еще что-нибудь такое. А так шикарный бэнк, шикарный вылет с этого бэнка там, бедром. Прям для таких, кто клево, трюки всякие, флипы крутят и умеют гэпы летать, то им прям очень можно красиво снять здесь что-то. Грани еще такие недавно покрашенные, какой-то такой краской. Даже не краской, а побелкой. Какой-то, да, вот побелкой серьезной, как в тало какой-нибудь. Да нет, грани скользят, в принципе, но просто такие же грани по размеру и по высоте есть примерно на Беларике, на белорусской опять же метро, куда мы, наверное, кстати, не поедем, потому что он слишком такой попсовый спот. Ну, я думаю, там просто каждый катался. Ну, а кто не катался, тот его знает прям, ну, прям самый топовый спот. Ну, да, сейчас это примерно как вторая победа какая-нибудь, куда все просто едут, что такое культовое прям место. Подводя итоги, можно сказать, что вот киллер фичи этого спота, это вот именно бэнк этот. Ради него можно сюда ехать. А все, что вокруг, а тут есть что-то вокруг, это такой просто бонус и плюс, который добавляет... Разнообразие, да, правда. Да, добавляет этому споту еще и бонусы. Кстати, было бы то-то другое покрытие пола, тут бы грани бы уже обкатали более активно. Ну, и типа тут много бы все равно людей покаталось просто флэп. Ну, да, наверное, на этом закончим. Встретимся в следующих видео этой рубрики. В следующий выпуск, скорее всего, будет что-то приближенное к скейт-парку. Ну, или, по крайней мере, что-нибудь такое, где есть все, и будут и радиусы, и грани, и, может, какие-то моего боксы. Да, и, кстати, если вы знаете какие-то интересные, но малоизвестные места, пишите о них, и мы рассмотрим вариант отправиться на них. Да, напишите в комментариях, пацаны, вообще нравится такой формат, или... Спасибо.